Всем привет! Тут я пока занимаюсь крышей, очищаю. Лариса, и погодка, видите, какая не солнечная. Привет всем! Решила посадить перчик. А Юра говорит, надо снять. Я говорю, знаешь, Юра, я не сажу правильно перец, как огородник. Я сажу так, как велит мне мое сердце. А сердце мне велит посадить его вот так. Видео будет называться «Садим перец по велению сердца». По велению сердца, да. Я считаю всегда, что самое главное, чтобы в грядке, грядка была удобрана. И перец, куда ему деваться, он вырастет. Вот, ребята, на этой грядке, если посчитать, сколько мы привозили, здесь примерно 300 килограмм навоза. Чернозем, а не навоз. Ну, чернозем, как вы думаете, будет здесь урожай? Вот, и посмотрим, можем ли мы испортить этот перец. Если мороза не будет в начале июня, я думаю, все будет гуд. А закрывать у нас нечем. Ну, ничего не придумаем. Видите, как он у меня уже искривился? И я уже не могу на него смотреть. Я уже хожу неделю и думаю, господи, когда же я его уже высажу? Сегодня 24 мая, пора садить. А это у тебя будет ползучий перец? Нет, он встанет, что ты. Мы поднимаем. И не такое. Скажи, как ты садишь, что делаешь? Ну, что я проковыряю лунку и воткну туда перчину. И так 30 лет, да? Или больше? Не повторяйте за мной. Сейчас многие садоводы напишут, да это неправильно, это вы не огородница. А пусть что хотят, то и пишут. Ну, я и не огородница. Нам перца хватает. Нет, вернее, я огородница, любительница. Ты же не в промышленных масштабах, да, выращиваешь? Нет. Не в промышленных, это я, ну ты же знаешь. У меня же нет гектаров. Вот с этой грядки сколько может быть перца? Ну, примерно. 10 тонн. 10 тонн перца с этой грядки. О, так и назовем видео. Грядка раз, два, три, шесть на метр, 10 тонн перца. Думаю, пошлют нафига раз, куда подальше. Сфройнем с этим. Все, ребята, перец я посадила. Это у меня происходит все очень быстро. И теперь я буду ждать результатов. 10 тонн. Это как надо потрудиться, чтобы с одной грядки собрать 10 тонн перца. Но я, как это сказать, заранее знаю, что я план не выполню. Но буду обещать. Юра, ты будешь рад, если я соберу ведро перца? А если два ведра перца? Будешь больше рад? В два раза? Нет, так же. Так же? А смысл тогда собирать 10 тонн, если ты ведру будешь рад. Девочки, не сажайте так, как я перец. Ну, вы посмотрите, какие будут результаты. Мы вам покажем, сколько мы наберем. Всем пока-пока. Сейчас Юрик польет. И будет перчик расти большим и маленьким. Не, маленький не надо. Просто большой. На вот эту грядочку 14 леек. Вот представь, сколько ты еще раз сюда принесешь столько воды. А всего ведру перца будешь рад. Ну все, всем пока-пока. Хорошего настроения и крепкого здоровья. Это все. Мне интересно. Девочки, вы только посмотрите и полюбуйтесь. Какой у меня ирис расцвел. Здесь вот точно будет голубой. Это я в прошлом году снова прикупила. И вот видите, он разросся. Один купила всего лишь. Получился целый куст. А цветочек всего лишь один будет. Сейчас я вам покажу, какой вот этот вот цветочек. Вы посмотрите, какой он обалденный. Для чего же он красив. Только был вот таким бутончиком. И вот он раскрылся. Я просто налюбоваться на него не могу. Загадочный такой, да? Такое ощущение, что он бархатный. Прям все вот это вот... Ой, ой. И прям он вот такой нежный-нежный. И красивейший. И цвет. У меня до этого вот именно на этом месте когда-то рос коричневый. Тоже был до того красив. Ну так вот, я решила их все в одну грядку посадить. Ну ладно. Думаю, они у меня, как бы сказать, будут расти. Приживутся. Но я их уберу отсюда. Ну а у нас после тяжелого трудового дня продолжение приготовления пищи, как в каменном веке. Готовить будем сегодня на дровах. Привет всем аборигинам, неандертальцам, гомо сапиенс и так далее. Удачи! Удачи! Дворцы! До свидания! Удачи! Продолжение следует...